Музыка Еврахим планирует строительство в морском торговом порту услуга терминал перевалки минеральных удобрений. Для этой цели был создан искусственный земельный участок, то есть намыв песка и берегоукрепительные работы. Когда проект делается, значит всегда разрабатывается раздел охраны окружающей среды. И потом этот проект проходит экспертизу, то есть у нас есть положительное заключение экологической экспертизы. И обязательно при строительстве мы должны соблюдать экологические требования. То есть происходит мониторинг экологический во время строительства и обязательно возмещение ущерба окружающей среды. В том числе это возмещение ущерба рыбным ресурсам. Подается заявка в управление аквакультуры. Значит определенное количество рыб и куда нам выпускать, это все рассчитывается в проекте государственно специализированная организация. И мы уже знаем куда и что мы должны выпустить. Эту заявку рассматривают, выпускается приказ. Выпускать мы можем только в определенное время, которое нам назначают. Наши сигалетки, это рыбки, которые выращены в течение лета, то есть рыбки до года, выпускаются до 1 ноября. Это обязательное условие. Мы провели тендеры на выбор организации, которая может это осуществить. Выбрали организацию и она для нас по заключенному договору оплатили деньги на выраст, выращивание рыбок и выпуска. То есть в течение лета для нас здесь выращивали рыбки до определенного веса, то есть это 15 грамм. Выпускать мы будем сигалеток сига. Сига такая рыба хорошая. И должны выпустить в Ладожское озеро. То есть выпуск будет не в само Ладожское, а в устье реки Бурное. Вот сейчас мы здесь находимся. В данном месте осуществляется приемка рыбы. Ее загружают в машину и будет перевозка уже в машине к месту ее выпуска. На этой базе, на Фарвате сформировали 8 маточных стад сиговых видов рыб. 8 стад различных форм и видов. Это европейский сиг три формы. Ладожский, Волховский краснокнижный и Балтийский морской сиг. Кубинская нельма. Пожалуй, Фарват сейчас единственный обладатель маточного стада нельмы в России. В Ленинградской области есть еще одно хозяйство, где содержится тоже небольшое количество производителей нельма. Но объем производства икры здесь значительно больше. Фарват занимается воспроизводством. Это, пожалуй, основное направление. Заготавливается более 200 миллионов рыбоводной икры различных видов и форм сиговых рыб. Кроме того, мы выращиваем, подращиваем личинку, выращиваем сигалетка, ну и немножко товарной рыбы. Но в основном это содержание маточных стад. Загружать машину, и потом машина поедет в устье реки Бурной. В устье именно, чтобы можно было бы и здесь выпустить, но пока она добежит до Ладоги, пройдет какое-то время. То есть часть особей может там оказаться уже через несколько дней, а часть особей может здесь задержаться. И в Ладоге будет только через 2-3 месяца. Сигалетки – это рыбка, которая росла одно лето. Поэтому называются сигалетки. Почему выбирается поздняя осень? Потому что температура воды уже падает, и рыбка при рыбоводных операциях, тут погрузка, разгрузка, травмируется меньше всего и выживаемость самая высокая. Это форма сигал, ладожский сейф. Он нерестится вообще-то в природе, он нерестится в Ладожском озере. Это на глубинах порядка 3-7 метров с песчано-галечным грунтом. То есть там, где икринки не будут в течение зимы заеливаться. Инкубация икры длится достаточно долго, фактически всю зиму. С последних чисел октября, первых чисел ноября, когда нерест Ладожского сега происходит, и до конца апреля, когда появляются на светозакрытики, появляются уже лечинки. 5% выживет и достигнет, скажем так, половозрелого возраста и даст уже свое потомство. Сигник погоды не сделает, но заниматься этим надо постоянно. Объемы производства могут увеличиться. Выпускает не, выращивает сега не один фарват, фарват просто в Ленинградской области, но, скажем так, наиболее крупный держатель маточных стад и специализируется на этом. Получается так, что в сотрудничестве с наукой, с госмиром. Имеют такую возможность. У нас рассчитан ущерб. Сначала мы оплачиваем временный ущерб, то есть за время периода строительства. А весь участок, эксплуатация его рассчитана на 50 лет. То есть сейчас мы еще и за один год. Потом ежегодно мы будем обязаны также выпускать этих рыбок. То есть в течение существования терминала, участка эксплуатации 50 лет, мы ежегодно будем это делать. Посадки сокращаются. Довый цикл начинается, рост с весны. Канцы апреля, начале мая. Какие у вас интересы вообще это вызывает? Основной момент здесь то, что организация «Фосфорит», организация «Еврохим» проводит сегодня выпуск рыб. Наша задача посмотреть, потому что у нас есть информация статистическая о том, что всего 20% компаний, которые должны выпускать рыб, действительно их выпускают. То есть 80% компаний нарушают, получается, российское законодательство. Рыб вообще не выпускают, хотя у них проект и предусмотрено. Компания «Еврохим» нас пригласила сегодня, сообщила о том, что будет такое мероприятие. Мы решили проверить, действительно ли сегодня выпускается рыба и как это будет происходить. То есть наша задача, что это зафиксировать выпуск рыбы. В дальнейшем будем мониторить, потому что компания «Еврохим» должна не только сегодня ее выпускать, а у них еще на 50 лет, получается, еще за 49 лет они должны будут выпускать периодически рыбу. Получается, что сегодня выпускается 4615 особи, если я не ошибаюсь. То есть это расчет сделан, исходя из той нагрузки, которая была произведена на водоем, то есть негативного воздействия, это во время самого строительства и плюс за первый год эксплуатации, который сейчас происходит. То есть в дальнейшем, за оставшиеся 49 лет, получается, они тоже должны будут внести определенные... В дальнейшем это в законодательстве будет прописана плата уже. То есть это уже будет не выпуск в натуре, как это происходит сейчас, по количеству рыб и так далее. Это будет уже относиться денежными средствами, как законопроект сейчас существует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 когда вернется уже большая. Ну а скажите, вот вы независимая такая организация экологическая, можете что-то сказать, как вообще Еврахим относится к экологии со стороны? Еврахим нас приглашает уже не на первое свое мероприятие, мы уже, в принципе, с ним порядка трех, может быть, четырех мероприятий подобных уже проводили, то есть мы фиксируем, в принципе, положительно довольно-таки то, что происходит. То есть, во-первых, отношение к экологии у компании, ну, на настоящий момент к экологическим различным проектам довольно положительное. Компания, в принципе, понимает, что без экологических каких-то мероприятий сейчас современные компании довольно крупные не могут вообще существовать. То есть, в принципе, пока довольно положительно относимся к таким мероприятиям. Субтитры создавал DimaTorzok